Приливы есть во всех делах людских, и те, кто их используют умело, преуспевают в замыслах своих, так говорил Шекспир, но в том и дело, что вовремя увидеть надо их. И вот мы с вами поговорим, как увидеть эти знаки, чтобы преуспеть в жизни. 23 февраля, день Харлампия и Прохора. Священномученик Харлампий отказался поклоняться языческим богам. За это был мучим. Плачи терзали его железными когтями, содрали всю кожу с головы до ног. Но Харлампий благодарил мучивших, говоря, что из строга в мое тело вы обновили дух, который стремится перейти в новую вечную жизнь. Преподобный Прохор Печорский, чудотворец, предался такому воздержанию. Он собирал траву лебеду, протирал ее руками и делал из нее хлеб, которым питался. Приметы. Ясный день на Прохора грозам. Если на Прохора на следующие шесть дней погода морозная, в марте будет тепло. Мужчины сегодня не должны работать. Дело не пойдет. Не дарите мужчинам сегодня часы и носки. Это к расставанию. Если сегодня начать лечить серьезную болезнь, можно рассчитывать на выздоровление. Если сегодня съесть рака и подумать об одноименной болезни, можно самому заболеть. Сегодня старались не есть рыбу и раков. Если сегодня кто-то неожиданно утонул, заблудился в лесу, получил травму, говорят, что этот человек наверняка совершил какой-то страшный грех. Согласно приметам, ни леший, ни водяной не смеют тронуть праведника. Девятнадцатые лунные сутки. Энергетика этих суток считается тяжелой, что выражается в склонности к легкому обращению и склонности к порочным действиям. Именно поэтому символика этих лунных суток связана с пауком и паутином. Сегодня важно думать, прежде чем что-то предпринимать. Избавьтесь от самообмана и гордыни. Хорошо попросить прощения. Активность организма сосредоточена в области поясницы и хрестца. Можно самостоятельно размять эту область, стереть масло. Сегодня полезно посидеть у открытого огня и посмотреть на него. Огонь сжигает негатив. Питание должно быть обычным. Злоупотреблять специями не следует. Двигательная активность нормальная.